В Канаде для Олега и для Лёши, для Блохина и для Урика специально несколько песен. Делаем это мы в Канаде, в Монреале, в доме у наших друзей. Скажи, что ты зацел в дверь. Закрыл я дверь на балкон. Песня называется «Баллада о детстве». Час зачатия я помню не точно, значит память моя на бок. Но зачат я был ночью порочен, не явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. Девять месяцев, это не лет. В первых сроках отбывал я в утробе. И ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетель, что блюнули-радунули. Что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные. Когда срока огромные, приливы добы длинные. Их брали в ночь с зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. В ходу думушьи светлые, в ходу. Слово, строченьки, милые слова. Первый раз получил я свободу. По указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил. Отыгрался бы на подлеце. Но родился, и жил я, и выжил. Дом на Пермещанской в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой. Соседушка с соседочкой, упал вовесь водочкой. Здесь на зуб зуб не попадал, не грел телогрейка. Здесь я-то портально узнал, почем она копеечка. Все пили вровень скромно, да. Система коридорная на 38 комнатах. Всего одна упорная. И боялась середы соседка. И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, На воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин. И пила солнца три луча, на чердаке просеяна. И таким Кирилловичем, и кистью моей стеревну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, кисть, а мы одна семья. Вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие. А значит, обрусевшие, мои без вести падшие. Твои безвинно седшие. Я ушел от пеленок узкесосок. Поживал и не заброшен. И троснили меня в недоносок. Хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я. Бледных гоню, чего ж мы дрожим. Возвращались отцы наши, братья. По домам, по своих ночи жим. У тети зимы кофточка с драконами да змеями. Толбового лопщика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна, лимония, сплошная чемоданья. Взял отца на станции. Погоны словно цацкие, а из эвакуации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЧАЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ 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 НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ хотел увидеть, но только там такие припоны для того, чтобы к вам попасть. И вот, наконец, вы у нас. Это очень здорово. Я хочу выпить за Володю и за Марину от лица Олега и себя. Я хочу, чтобы они у нас были. От тебя, а потом я. У гостях у нас в Киеве. Мы будем всегда им очень рады, если они к нам попадут в Киев. Но я тоже очень удивлен и хочу выпить за вас, за вас, за Марину. Спасибо. Спасибо, Оляш. Мне также тоже приятно, что мы в такой обстановке, потому что, честно говоря, не ожидали. И хотя даже, ну, никто не мог представить, что мы можем на реале встретиться и очень... В универмании. Да, и в универмании. В универмании. Что орешь туда? Очень приятно, что в такой обстановке. Я хочу выпить за прекрасную семью в лице Володи и Марину. Спасибо. Спасибо. Ну, а я, ребята, значит, следующую песню вам такую пою. Только я прошу, что это, значит, я это все делаю только для вас. Вы особенно там, просто давайте слушаем, но переписывать не давайте, потому что вещи все новые. Нет. А я поезжаю в какое-нибудь другое место, и тут уже все подсказывают текст, понимаешь? Мне очень в этом смысле было. Вот так, вот. Значит, называется «Пропарановика». На стене висели в рамках бородатые мужчины, все в очерочках, на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что, если я не умер, это все по их вине. Мне сказали, вы болели. И меня заглотило, но сердечное светило, ухмыльнулось со стены. Здесь не камера-палата, здесь не нараскам я, не подследственные ребята, а исследуемые я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятель Скрипасовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем, лишь чудак право качает. Доктор, если осерчает, да упрячет желтый дом. Все зависит в доме оном, от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденом, хочешь, лошадью его. У меня мазки, заразу, не заходят вверх и слову. Задаю вопрос с намеком, то и слезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову. Пирогов бы без причины, резать Кащенко не стал. Доктор мой не лыком шит, он идет и осторожен. Да, вы правы, но, возможно, ход обратный, говорит. Вот палатка на питькой, вот профессор входит в дверь. Тычет пальцем паранойик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светилы, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповай на бурденку. Подтвердяв, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Свекор мой белогорячий, но ведь свекор не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор. Или будет не диагноз, или будет приговор. И врачи, и санитары, и светила все смутились. За оконное светило закатилось за стеной. И очки на цепочке, как бы влагой помутились. У отца желтучие щечки вдруг покрылись белизной. Ненависло острие, в страхе снежилась бумага. Доктор действовал во благо, жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное, грудь пронсила, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит паралет. Это значит паралет. Это значит паралет. Пускай меня извинят французские друзья, но я хочу выпить за Лешу, которая была 10-го день рождения. Уже давно прошло. Да, но прошло, но мы так не отмечали. И очень приятно, что мы встретили, конечно, Володю. И в этом тесном кругу с нашими канадскими друзьями. Если они поддерживают мое предложение, то мы выпили. Молодого человека. Там 22 лет. И они хотят их делать с вами канадских друзьями. Ну, так. Теперь я запишу купола. Бон эффект. Они чокуются, а я это ведь не пью. так давайте как засмотрится мне нынче как задышится воздух перед крозой круто вязок что споется мне сегодня что услышится птицы вещи я пою до всей сказок птица зелен мне радостно скалится веселит засывает из гнезд а напротив тоскует птица печаль лица травит ушу чудной алког корот словно 7 советных струн засмеяли свой черед эта птица гамаю надежду подает в синем небе холокольнями проколотом медный колокол медный колокол столь возрадовался, столь осерчал глупого в России кроют чистым золотом чтобы чаще Господь замечал я стою как перед вечной загадкой предвеликою до сказочной страной перецолона да горько кисло-сладкою голубою, родниковою, ржаною грязью чапкой я жирной дорожавою вязнут лошади острина но влекут меня сонной державою что раскисло, опухло от сна слава словно 7 погадых лун на пути моем дает то мне птица гамаю надежду подает душу взбитую утротами да тротами душу взбитую перехотами если до крови плоскут из дончау золотаю золотыми я за плотами чтобы чаще Господь замечал чтобы чаще Господь замечал я нажал ежилы вот лев я не лихие горбонаврии закушав водку кичкой И спеша к своим подпольям налаживать борьбу. А я лежу к лербаре, к доске пришпилем шпилечку. И пальцами топория по дереву скриву. Горячусь я на гвозднике, но не меняю возы. Пробом шути на возники, и мелкие стрекозы. По детству мне знакомые, ларить я их копал, давил. Но в насекомые я сам теперь попал. Под себе экспонаты дни, как малевые планочки. Все строго по-научному, казан классный вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке. Дрались бы я к лучшему, узнал бы по ядовит. Я представляю мысли на себя в большой постели. Но подо мной написано, невиданной доселе. Я кома был читающий, я сапиенцем был. Мой глаз уникопитающий, а вид уже забыл. Лицо мне дуло в спину ли, ушла демилья в рове. Тянулся кровью, крашеный обратно к шалашу. И на тебе затвинули в наглядные пособия. Я злой, я шарашенный, на стеночке бежу. А формы, как на выданье, стыжусь, подчинится. Шуршат шмели залитные, что надо подчиниться. А бабочки египают на странных фонарах. Сороконожки хмыкают, и куклуки извят. Там лес за паской движутся. Мои собрали мне огни. Двунок и разумные. Два пишут, три у меня. Они пропишут их женцу. Глаза у них ненежные. Один призвали, воткнул меня и вывел людьми. И так с ним не налажены контакты и неждены. Но вот потом он граждан лежит у насекомых. Мышлятим, он неразвито. И вечно с ним чепе. А здесь он может разве что вернеться на пупе. Пердони не круто. Меня нашли не в опыте. Ошибка эта глупая. Увидится изъян. Накажут тех, кто спутали. Заставят, чтобы скномили. И поводом по кругу я. Хотя бы обезьян. Нет, неожидка акция свершилась надо мною. Чтоб начал присмыкаться я. Кни с кузом, вверх спиною. Вот и лишь у разгристоты. Разыграны печью. На мере причислены. Ползучим шучью. Червяк со мной не кланится. А опыты со слепними. Питают отвращение к навозной голове. Чванливая созданница. Довольствуется сплетними. А мне нужны общения с подобными себе. Пригорел сверчка. Из тропика блоха. Сболкнула грида. И глядь. Два тёртых хлопика. Из третьего подвида. Сверчок полузадушен. Пол силы сверестел. Но за покой нарушенный. На новаково дождь косел. А может всё проверкется. И с соусом приправится. В конце концов, ведь досочка неплохо, говорят. Всё слюбится, да и стерпится. Мне даже стали нравиться. Молоденькая восочка. И кокон шелкопрят. Да мне приятно с восами. От них не пахнет псиной. Загибывают восами. Издали ей осиной. Их дать вдруг из кокона. Родится что-нибудь. Такое, что из локона. И что имеет хруть. Маук на муску не старится. Клопы бежат для тростыха. Небесный хороводится. Красивая пасса. Пусть что-нибудь заварится. А там хоть на три гвоздика. А с трёх гвоздей как водится. Дорога в небеса. В мозгу мою нахмурен. Страх льётся по морщинам. Мне будет шерший еще времен. А что мне будет свином? Я не желаю право же. Чтоб труден был мне текст. Пора уже, пора уже. Напрячься и воскрес. Когда в шерк нас дыкали. Ловочами колки. Махали пчелы крылья. Ищали муравьи. Мы вместе горем икали. Все прокнуты и волками. Забудем же кем были мы. Товарищи мои. Заносчивое немногое. Но в городе горечком он. Поймите яд. Многое попало к насекомым. Но кто спасет нас выручит. Кто снимет нас с доски. За мною врач наш пиличек. За гражданечки. Как всегда в истории. Мы разном спинах выгнули. Хоть боссы и гундосили. Но кто силен тот брат. Мы с нашей территории. Клопов сначала выгнали. И паучей же бросили. За старый книжный шкаф. Скандал потом уляжется. Зато у нас все дома. И поживают. Кажется. Уже не насекомо. А я, я стешусь ванночкой. Без всякой там обиды. Жаль над моею планочкой. Другой уже примит. Другой уже примит. Другой уже примит. Поехали. Все, нажал? Да. Можно ставить? Да. Да это не важно. Мы не ждем, как это все. Конечно. Просим. Мяч затаился в стрижной траве. Секунда, пауза на поле. И в эфире. Они играют, гады по системе. Дуболь-век. А нам плевать. У нас 4-2-4. Вот инсайд. Гол забил, получив точный пас. Как я хочу, чтоб он встретился мне на дороге. Но не могу. И меня тренер поставил в запас. И ему сходят с рук перебитые ноги. Мяч затаился в стрижной траве. Секунда, пауза на поле. И в эфире. Они играют, босикады по системе. Дуболь-век. А нам плевать. У нас 4-2-4. И в эфире. Не надо. Почему не надо? Ему все надо. Развеси, хейтанэ, под нольки. И без страху пригодите. На пеной шашлыки. Гитару приносите. Пальтеров на ней колки. Но не забудьте. Вступите в ваши острые клыки. А когда сообразите. Все пуки приводят в ритм. Вот тогда и приколите. Вот тогда поговорим в ночь. Забросьте ко мне в ритм. И забросьте ко мне в ритм. И забросьте, перебросьте, перебросьте. Выходь через ручей за земли. Забакосли. Надо вся запаспишать. А прахлопом. Заби после локтей. Будете кусать. Заби будете пираты. Утро вставшего терраса. Все остыне. Через преграды. Перебросьте без нас. Да проложите, проложите. Вахать до мэр под наряги. Но не забудьте. Задупите. Ваши острые клыки. Ключи врач. Ключи врачи. Ключи врачи. бра. Ваши острые клы komer của профессионалы. Ключи врачи. Ключи врач입 врач. Ключи врач. Ключи врачи. Ключи врач. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 услышали бы от тебя подробности той памятной встречи, которая произошла почти 7 лет тому назад, и которую ты, очевидно, запомнишь на всю свою жизнь. Пожалуйста. Это было в 1976 году в Монреале на Олимпийских играх. Мы отыграли турнир, заняли третье место, и вышли в город, чтобы сделать примерные покупки, и, проходя мимо одного из больших магазинов, зашли смотреть, что там, к чему же купить. Когда заходим, смотрим, на первом этаже стоит Высоцкий, и Владий выбирает ему пиджак кожаный, он меряет. Но когда мы сблизились, он, естественно, мы его узнали, он нас узнал, разговорились, нашли вообще знакомых, каких-то по Москве вообще интересы. И они нас, Марина, пригласили в кафе, говорят, пойдемте посидим, все-таки русские на другом континенте встретились, идемте как-то это по нашему обычаю посидим, поговорим. Ну и пригласили нас, мы пошли в кафе, зашли, там в Монреале уже очень модные такие есть, типа кафетерии, ну, там это для простого люда, доступно, чтобы не раздеваться, ничего, заходишь, садишься, тебя сразу обслуживают. Мы там зашли, взяли, они купили бутылку водки русской, и там национальное блюдо канадское. Ну, посидели, поговорили, повспоминали, он рассказал, мы рассказывали, интересовались. Они, кажется, были в круизе по Америке и Канаде. И когда уже собрались уходить, Марина нас пригласила, у нее певица какая-то знаменитая канадская, я сейчас не помню ее фамилию, но знаю, что она нам ее диски ставила, и мы слушали эти пластинки, по-моему, у Олега эта пластинка, которую она подарила. Она нас пригласила к себе, эта певица улетела в Канаду, улетела во Францию и оставила плечи Володе и Марине. Когда мы приехали туда, это был шикарный особняк, двухэтажный, все обставлено очень с большим вкусом и с дорогой мебелью. Мы пришли туда, приехали, с собой еще Володя купил русской водки, мы приехали, сели там, как раз совпало с датой у меня в это время, за день до этого был день рождения, и с днем рождения как раз все как-то совпало. И он в это время, в это пребывание решил, мы попросили его, чтобы он записал для нас кассету. Он это с большим удовольствием откликнулся, даже не было кассеты как-то под рукой, так он пошел по дому, искал кассету, нашел эту кассету и в диктофоне записал это. В это время он, по-моему, находился в прекрасном настроении, шутил, смеялся, и все, сколько было сказано, по-моему, это было от чистого сердца сказано им. И он сам по себе был такой человек, такого склада мне как показалось, очень добродушный и простой во всех отношениях и в общении, и в общем, нам очень было с ним приятно познакомиться. Мы обменялись адресами, Марина оставила свой в Париже адрес, а Володя в Москве, ну вот сколько мы в Москве не бывали, как-то он все время приглашал нас, когда говорил, когда будете в Москве, вы обязательно позвоните, ну как-то было неудобно звонить, потому что он непростой человек, и как-то неловко было его беспокоить. Но в один прекрасный день, я помню, мы играли со сборной Италии, в Москве, в Лужниках, и в раздевалку он зашел, в кожаном плаще такой, зашел с таким, каким-то, как будто бы мы с ним очень близкие друзья, как будто мы сто лет друг друга знаем, и вот расстались и не видели давно друг друга, он влетел в эту раздевалку с таким, с такой дружелюдной, что мы говорим, девочки, почему вы не звоните, столько в Москве бывает, и почему вы никогда не позвоните, не зайдете, но и так посидели, поговорили. Извини, а когда это было? Это было, я не помню, в каком году, мы со сборной Италии играли, в Лужниках 1-0 выиграли. Ну, можно восстановить. Да, и он после этого, я его, конечно, больше не видел, как это все, это вот последний раз в Лужниках видел, много услыхали, читали, а как-то были в Париже, Олег, по-моему, Марине звонил, но ее не было, тоже на русском нам ответили, что ее нету, она улетела куда-то, и все, а так больше вот это пропало, все в памяти, и больше не встречались. Понятно. Лёня, как долго продолжилась Ваша встреча в Монреале? Ну, часа два, нам надо было вернуться домой, где-то, к пол-11-го, они нас вышли, провели, посадили на такси. Имеется у пол-11-го вечера, да? Да, по местному времени. Ясно. Лёня, еще один вопрос, вот по поводу тех знакомых, ханатцев, которые, судя по этой записи, присутствовали на Вашей встрече, они как-то, сразу были с Вами с самого начала? Нет, это пришли, это Марина какие-то там, друзья, они вроде пластинку, Володя хотели его в Америке или в Канаде выпустить, но что-то с людьми, ну, косяк, потому что они гитаре играли, пели там, и почитатели его таланта. Понятно. Ребенок там, это их ребенок еще, да? Да, но не рядом, по соседству дом где-то там жили, потому что они пришли пешим. Понятно. Значит, это было в августе 76-го года, да? Сразу после окончания Ваших игр? Ваших игр, ну, через день улетели, по-моему. Через день улетели от Вода. Ну что, Лёня, большое спасибо. Нет. А теперь небольшое интервью у Олега Блохина. Олег, что ты можешь добавить тому, что сказал твой товарищ по команде? Пожалуйста, Олег. Ну, к этому что-то трудно добавить, потому что Лёня очень подробно рассказал о встрече нашей с Володей, с Мариной и в Монреале, как все это было. Ну, я хотел бы добавить только то, что столкнувшись с Володей впервые так близко в такой непринужденной обстановке, когда они сидели с Мариной. И мы с Лёшей присутствовали, значит, на этой даче. Впервые увидев Марину Влади, тоже известную личность, то мне показалось, что сначала какая-то несовместимость между Мариной и Володей. То есть прекрасная женщина, очень красивая, прекрасно говорящая по-русски, обаятельная. И вдруг Володя Высоцкий, который, ну, проиграл даже чисто внешне перед ней. Но когда мы посидели в этой обстановке примерно часа два, это было три, я уже так точно не помню, прошло уже семь лет, то я понял, что в Володе есть какое-то внутреннее обаяние, которое сразу так не рассмотришь. И даже слушая его песни, не всегда понимаешь, что это за человек. А вот когда мы сидели в этой обстановке, то чувствуется его такая душевность, внутреннее какое-то обаяние. И я понял, что в такого человека можно было влюбиться, и не только Марине Володе, наверное, кому-то еще, но именно Марина, наверное, раскрыла в нем эти качества, увидела эти качества. И все это произвело к тому, что они, наверное, поженились. Ну, вот то, что я, наверное, могу добавить. Ну что же, большое спасибо, Олег. В заключение я хотелось бы сказать, что эти интервью были записаны на квартирах у Леонида Буряка и Олега Блохина, соответственно, 17 и 18 февраля 83 года. Продолжение следует...